Наша римская организация продолжает расширение на восток. Приветствую вас, друзья, с вами Виарос, и... Мы, ну, хочется верить, в скором времени всё-таки одержим долгожданную победу, несмотря на ряд трудностей, которые у нас возникают. Пока что всё-таки они есть, эти трудности, потому что... Ммм... Сатрапы наших союзников не засчитываются... Как победные территории. Ну, такой вот... Косяк. Такие вот неудобства, скажем так. Так, ну что у нас по героям? Там я новенького нанял, в принципе, в конце прошлой серии, чтобы не забыть как раз. А здесь, в Европе, нам... Ну, даже воевать не с кем. То есть, ну, опять же, это всё союзник, который контролирует неугодного вассала. Языги также... Насколько я помню... Сатрапы их сейчас. То есть, тут, ну, вообще не с кем воевать. Даже маркоманы, они-то подчинены сейчас в Македонии. Они не служат никому. Кстати, вот со всеми этими они в хороших отношениях. На удивление. На удивление, со мной вот они в отвратительных отношениях. Хотя, единственное сражение маркоманы тогда напакостили как раз-таки нам, скорее. Союз бритов... Потенциально возможный ещё враг. Но это... Тоже маловероятно. Так что в Европе эти армии у нас просто наводят порядок сейчас. Много обходится нам денег эта группировка. Ну, ничего. Ух ты. Их предложение. Создать сатрапию. Представляете? Египет хочет прогнуться под нас. Египет хочет прям... Прогнуться так прогнуться. И причём он хочет даже стать сатрапом сам по себе. Не, мы можем их подчинить. Селевхиды немного обидятся. Селевхиды немножечко, но обидятся. Денег у египтян... В принципе, прилично. Можем попробовать и вот так вот. В принципе, Селевхиды, если пообижаются, то совсем немного. Но египтяне почувствовали, что... Их могут сейчас... А, они ещё и урвали один город. Кстати, смотрите. Египтяне успели урвать... Такие-то непростые египтяне, судя по всему. Учитывая, что они взяли... Иерусалим. Такие, мне кажется, они прикрылись... Египетским гражданством. В данном случае. Ну, а так-то из Египта вышли. Что-то это напоминает. Что-то в этом есть. Но схемы, они неплохие придумывают. В данном случае успели урвать кусочек земли. И успели найти себе... Мощную крышу. Над головой, кстати. 3600 прилично. Насыпали монет. Сиракузы туда-сюда бегают. Не могут придумать, где им реализовать весь этот потенциал. Потому что у них армий достаточно много. С палкой, кстати, так и бегают агенты. Вон... На коне. Не вместе. Палка отдельно. А вон, говорят... Магия появилась в Вархаммере. Магия была и в Риме 2. Вот эти вот волшебники со своими палочками бегали. Как не в себе они бегали. Мне не интересно платить тебе, если честно. Да, у меня денег много, но не интересно. В перспективе, может быть, я, кстати, одну из гальских армий так-то и отправлю тебе. Ну, а почему бы и нет? Сели в Киды и все остальные не решили объявлять мне войну. Восстание в Аравии неминуемо. Так, влияние на сенаторов плюс 5. Много народу пришло посмотреть, как убийца получит заслуженное наказание. И его сбросили с Торпейской скалы под громкие одобрительные крики толпы. Ну и теперь влияние на сенаторов плюс 5 у нас. Влияние на сенаторов 26. Похоже, восстание не избежать в любом случае. Вон, сейчас технологии мы быстрее изучать начинаем. Союз селивки до Сиракузы. Ну, все больше складывается к тому, что с эценами воевать мы и не будем. Действительно. Ооо, а здесь все-таки не дотянулись. Осень. Еще вроде не зима, но уже. Нам не подвластна эта земля. То есть, вот Тир Иерусалимский. Успели урвать кусочек и... Где их все армии? Тут достаточно большие силы были у египтян. Вполне возможно, они проиграли. Хотя... Нет, это Вифини, это не египтяне. Вполне возможно, они были разбиты полностью. Поэтому... Такую вот многоходовку придумали. Прям максимально быстро ориентировались в пространстве. Гера, гера, гера. Куда тебе бежать? Тут у нас два агента. Ну, один в любом случае агент отправится пока что вот сюда, на побережье. Один агент пусть уже отправляется, наверное... На восток подальше. Так, в Альпине. Ты порядок наводишь. Здесь тоже уже в плюс все выходят. Великолепно. Надо будет, наверное, и дикты просмотреть. А уже на рабство отменять. Распродажу. Тут восстание. Ну, пусть, пусть пока продолжается. Благое дело делает. Помогает нам порядок навести. Всех вот этих вот подлецов, которые... Подстрекают население. Сейчас мы вместе соберем. В одном месте. И потом убьем. И останутся лишь довольны людям. Останутся только те, кто... Доволен. Полностью доволен. Ну что, кто-нибудь подумал, что это сейчас у него? Windows. Шалит так. Что-то случилось. Кто-то уже начал ставить видео на паузу. Сворачивать, например, игру. Так, в Эфиопии... Пока не будем это строить. Улучшать. Хотя, на самом деле, вот эту яму можно устроить. Яму вполне позволительно. Это дальше, вон, нищета. Влияет негативно на порядок. А так яму, в принципе, можно. Галлия. И Реций. И как раз еще и дикты теперь посмотреть. Плюс 19. В капсе надо будет тоже сейчас распродажу устраивать. Может быть, или в Александрии. В том же Риме задуматься об этом. Ливия. 16. Пока плюс 15 порядок. Этого достаточно. Плюс 21. Уже практически избавились. Но еще пару ходов пусть повисит. Здесь, наверное, и сдадим. Посмотрим. Сколько соберется народу. В Италии. Ну, в Италии вот как раз-таки можно отменить. Если что, в Рим его назначить. Здесь 12. Еще один ход. Пусть побудет. Пусть побудет. Еще по ходу. Где больше было? Ну, в Нумидии больше всего. Поэтому пока что сюда. Назначим продажу. Ну, дочка повзрослела. Ей сразу нужно. Уже определить. Нет, технологии. Не, не мах. С технологией ничего нет. Общественный порядок. Боевый дуб. Броня. Авторитет. Хм. А на порядок вообще ничего нет. Давай налоговую ставку тогда хотя бы. Раз такое дело получилось. Броня всех отрядов. Ну, пусть броня будет всех отрядов. И хитрость. Тоже полезный. Навык. Шанс рождения детей. У тебя и так их много. Ну, порадуешь всех. Если есть чему радоваться. Почему-то не радоваться. Правильно? Все правильно. Так, собирайте там очки влияния. Хотя, хотя очки влияния. Харизма. Давайте попробуем. Харизма для всех сторонников партии. Есть и цель из этой партии. Флиртовать. Харизма. Заход. Завербовать. Перейти на вашу сторону. Убедить. Можно попробовать убедить. Перейти на нашу сторону. Но минус 8 верности так у партии. Верность для этой партии минус 3. Количество ходов. Авторитет для цели. А наоборот. При исполнении верности этой партии минус 5. Количество ходов 2. Организовать покушение. Так. Устройте свадьбу. Свадьбу. Верность для партии супруга плюс 2. А давайте устроим, попробуем свадьбу. Политический брак. Кто может организовать? Кто может организовать политический брак? Итить-колотить, а? Но у нас вот здесь есть... Двигайся. Двигайся. Одна вот как раз таки молодая, симпатичная. Молодая, симпатичная. Для этого действия нет подходящей цели. Стоимость харизмы 30. Но это, соответственно, ей нужно 30-ку найти. А здесь за 20-ку проще так рандома-то. А что пока эту 30-ку накопишь, проблем потом не оберешься. Ладно, берем политику. Открываем. О, а верность, кстати... Обеспечивали мы уже. Надо, наверное, кого-то уволить. Ты где командуешь, полководец? Общественный порядок. Так, ну этот-то уже взрослый такой. Ты в кости, да? А ты... Ястреб. Ты, конечно, на порядок. Как там тебя звать? Публи... Коста... Марип... Это ты, да. Это правильно, это ты. Давай заменим, наверное. Пусть он и достаточно опытный полководец. Сможет дальше вон бегать. Но заменим его... Так, ты слишком греков любишь. Политик. Дом Юлиев. Да чё вы так этих греков любите, а? Вот этот вроде бы нормальный. Ну, в плане... Не такой большой любитель греков. Увеличим боевой дух. Вспомогательный всех отрядов просто. Ну и тут защита от всех здесь. И сдаём ход. Еды, кстати, уменьшилось прилично. Так, если сравнить, у нас... Были приличные запасы еды. Сейчас вообще... Двадцать и сям. Ну ничего. Мы скоро ещё построим. Свеженькую рыбку будем добывать. Свежее зерно убирать. Жать, выжимать. И, кстати, в ваниле, по-моему, всё-таки не было такой страсти у искусственного интеллекта к сатрапиям и к протекторатам. Ну и протектораты даже если создавались, то как-то не обращалось на это внимание, потому что они вскоре времени предавали за его хозяином. Те же селевки-то, да, в оригинале, если начинаешь играть. Проблема даже не в том, что у тебя вокруг враги, а в том, что тебя твои сатрапы начинают предавать. И кто первым из них предаст? Ну, это мы уже разговаривали, да, когда рандом в Total War присутствует. Кто из них предаст первым, порой угадать сложно. Ну, восстание в Гере, шикарно, шикарно, в принципе. Остальные защищать не нужно, райончики. Ну, у нас тут есть стек для подстраховки, но он не пригодился. Мирный договор. Зачем он мне нужен? Наши раскрытого агента обнаружили, теперь он уязвим. Он там ненадолго. Политик вернулся домой. Восстание в Гере. Родился ребенок. Пираты Рим. А знаете, ну, можно попробовать, конечно, мирным путем, кстати говоря, решить этот вопрос. Но это очень может быть долго и сложно. Каждый ход отправлять послов. К Алхиду. И там есть шанс при очень благоприятном исходе, что нам отдадут провинцию. Ну, сначала один город, потом другой город. И в перспективе может быть даже целую провинцию. А куда я еще Эдикт назначил? Сюда? 68. Ну, не так много. Минус 15. Но в любом случае, мы сейчас берем тебя. Харизма. Супружеская харизма. То есть выбираем отправить дипломата. Если можно в Калхиду отправить вообще. В Калхиду можно отправить. Отправляем сразу дипломата. Туда. И при этом все равно нам бы... Хм. Предпринять никакое действие не получится. Но можем повысить. Ладно, чтобы избавиться от десятки, мы повысим этого полководца. Дочурка для тебя как раз скорость исследований подъехала. Доченька моя. Для тебя есть важная работа. Но это поселение мы, по идее, возьмем... На этом ходу сейчас быстро. Бистру, бистру так... Даже ограбить не так много. Империй. Саглядаты плюс один. К сожалению, сановников тут не так много. С воителями. А учитывая, что саглядаты, ну... Уже не могут травить и делать вещи, как в оригинале, в свое время. Когда, если раскачать... Взять еще с уникальным перком вот этим, чтобы обязательно увеличивали потери при отравлении. Потом прокачать этот навык до максимума... Там бедные армии просто от поноса помирали быстро и беспощадно. Сгущадно ведь. Просто... На этот стэк уже было жалко смотреть. Любая армия его могла уничтожить. О, че ты... А, большая плотина! Санитария плюс четыре. Рост во всех провинциях. Заход плюс два. Все провинции. Культурное влияние своей фракции. Доход от земледелия все регионы. Это уникальная аж постройка, да. О, да. Канал пока я не могу. Мы его сносим в любом случае. Это тоже у нас свои планы. По развитию данного региона. Ты не можешь все это? Свои планы. И Аравия одна единственная провинция с негативными эффектами. Хотя есть еще вон в Риме эти негативные эффекты. Которые... Здание нищета. Рабы вот начинают накапливаться. Но здесь, кстати, рабы не так сильно. Тут больше события повлияли. Негативные... О, а что опять 14, слышь? Дядь. Ну... Твою ж дивизию. Ну, че ты делаешь? Ну, вот к чему это было? Вот оно надо тебе, а? Может, не стоило... Выпендриваться? Членство в политической партии. Так, ну вот дом Юлиев. Контролирует в основном. Другие дома. Африку здесь. Юнии. Карфаген. Корнелии юг Италии. В принципе, у Корнелии свои небольшие владения. Но если будет восстание, то оно произойдет именно откол-раскол в центральной части. Ну ладно. Окей, издаем ход пока что. А, издать Эдикт. Ну, давайте в Риме издадим. Мы уже достигли максимального уровня Империи. Круче нас даже гору же не найти. Хотя, наверное, все-таки круче нас лишь Кавказ сейчас. Который необходимо присоединить. Который спрятался за Сатрапию. Самое обидное, что мы с их хозяевом-то дружим, а они... В зачет к нам не хотят. Идти. Оборонительный союз. Ну, ты много денег хочешь. Ой, блин. Ну, опять... Что-то... Что-то... Слишком много. Мисклик. Просто случайный. Ну, подешевле. Я там даже не увидел, сколько он предложил. Я собирался закрывать вообще окно. Я думал, он отказался и все, но... Он не хочет, как хочешь. И на этом разойдемся. Нет, он сделал контур-предложение. И он знал, как подсунуть нам. В переговорах в этих поучаствовать, как... До какого состояния нужно довести дипломата. Дабы все пошло как угодно им. Ретидзиродос. Языки. Вон... Кстати, Синопа тут. Плавает. Политическое событие. Ваш дипломат вернулся в сопровождение знаменитого Барда. Общественный порядок во всех провинциях вырос. Вот, отлично. В принципе, дочь еще одна достигла совершеннолетия. Ну... В ближайшее время мы вряд ли нападем. Нам нужно еще навести порядок в своем новом регионе. Есть скорость исследования. Есть общественный порядок. Как раз для дочери. А с кем Родос был в союзе? Он же с кем-то был в союзе. Вот, Пергам, например. Но я почему-то уверен, что Пергам, в свою очередь, с Македонией не воюет. И он, в принципе, в хороших отношениях с ними. Так, ладно. Вернемся к политике. Дом Корнелиев нужно... Заручиться поддержкой. Тебя вновь отправляем. Ну, ты курсировать будешь теперь вечно. В Колхиде. Хотя с Колхидой, смотрите, отношения как-то портятся неожиданно. Войска державы Масилия. Войска державы Маскат. Вы что, их любили, что ли? Вы их любили, а мы... Эту вашу любовь... Разорвали. Ой, подожди. Не того, не того, не того, не того. Ну, твою ж дивизию. Вот ему как раз бы сейчас порядок наводить. Ну, ладно, вот. Скорость исследования сюда. Оскорбить. Отдохнуть от политики. Отдохни. Общественный туалет. Библиотека. Нептун. И здесь обязательно сразу устроим усадьбу. И яму. Так, ну у нас из армии сейчас-то и двигать некого. Хотя, может быть, санитария... Ну, не, санитария в любом случае тут нужна будет. Хотя, в совокупности со священной землей, со всеми... Может, даже и на форум... Понадеяться. Там мы Нептуну, например, снова построим. И пусть... Радуются жизни. Мы в первое время так и обходились с санитарией. Восточные мятежники. Пройдем чуть дальше. Еще один ход потерпим. А потом мятежников уничтожаем. Не, конечно, интересно сделали, что вот... И диктами нет-нет, можно... Играться, скажем так. Переключать их. Взаимодействовать за счет этого. Зарабатывать даже. Отключать в одной провинции, включать в другой. Потому что, ну, обычно в оригинале часто такое бывало, что... Ну, ты включи в каких-то провинциях. И все. И хай, они работают. Вот... Пока работает, не трожь. Правильно? Есть... Такая великая мудрость. И... Ты стараешься придерживаться этой мудрости. Если хотите вступить в войну, можете вступить. Но платить я вам не буду. Мне это не нужно. Тем более, врагов становится все меньше. Рано или поздно... У кого-то может бомбануть. И начнется... Тотальная война. Союз Бритовс... Типная Орда... Саба... Ну, с другой стороны, пока Восток еще... Враждебен ко всем. О, вы воюете... Свинетами уже? Или еще? Или все еще? По-прежнему? Ну, лозитаны, если захотят, их сожрут. Правда, они идут в Африку. Через наши земли, они идут в Африку. А там, наверное, пытаются и в Азию прорваться. Ну, где еще у них враги? Потому что Африка вся принадлежит нам. Ну, кроме вот этой вот западной части Африки. Вся Африка принадлежит нам. Ну, туда и Сиракузы вон бегут на восток уже. Туда все... Сбегаются. Не знаю, после вот этого полуострова, когда мы захватим... Дальше как быть? Что нам стоит делать? Куда идти? Потому что, ну, с одной стороны, оставить вот этот рассадничек заразы... Под контролем наших врагов. Туда вон бегут стэхи союзников, и они чем-то занимаются. Сопровождение знаменитого ученого. Скорость исследований гражданских технологий выросла. Это хорошо. Исследование завершено в экономике. Еще одна дочь достигла совершеннолетия. Карфаген пираты. Вот как раз мы земледелие развиваем активней. Бактерия Сиракузы. Пергам. Скорость исследований. Есть общественный порядок. И это есть... Кому все выдать, на самом деле. Где там у нас был один молодой, перспективный. Хотя вот... Халтурит. Текса, тебе нужно убрать. Его можно... Переназначить, как раз таки. На что, дочечки? Сыночки. Чтоб он не обиделся. Кто готов... Бракосочетаться. Отправляем снова... В колхиду его. В колхиду его! Звучит как наказать. На самом деле нет. На самом деле все хорошо. Здесь пора уже гасить восстание. Но восстание такие лайтовые. Заработать тоже на них многое не получается. Но это и не нужно. Порой. На следующий ход уже общественный порядок. Должен подрасти. Можно попробовать эту армию все-таки дернуть вот сюда. Захватить. Ну а потом, если что, перевести стэк. Один тут справится. На этот город, если что, я думаю, все-таки из Геры. Выдвинем стэк. Хотя тут опять македонцы... Ой, македонцы. Селевкид двигаются. Уже. Уже туда идут. Мы можем оставить мятежников на их плечи. Оставить на их плечах. Этот стэк точно там вывезет и сам все. Да и македонцы тут на самом деле. Гарнизон. Пока слабенький на самом деле. На ускорении мы... Да, как бы не хотели, туда не успеем. Так что... Выдвигаемся. Пока лето, весна. Жара, лето, красота. Хотя, может быть, и тебе... Отдать этот приказ... О ликвидации. Эй, попробуем. Восстание вроде бы на этом ходу не произойдет. Опять нас союзники мотивируют. Мотивирующие союзники. Чтоб им пусто-то было. На 43 оставляем. 8, 2, 18. Поуменьшалось. Здесь... Ну, хлеба и зрелищ можно отменить. Сейчас, допустим, продажу врубить. Тут... Рабы минус 13 тем более отдают. Пора уменьшать. Рабы всего минус 2 уже. Можно хлеба и зрелищ добавить. Рабы минус 3. Ну, еще один ход. Подержим. Здесь уже можно и отменить пока. Совсем. Здесь также отменяем. 26. Скорее всего, тоже отменим. Фазани. Ну, еще пусть повисит. И где издадим? В Риме идет распродажа. Тут торговлю можно. Хотя, давайте вот здесь. Начнем устраивать свои распродажи. И также в Египте. Все. Присвоенный навык еще у кого-то есть. Кто там у нас? Такой ретивый. Жеребец. Сдаем уход. То есть, с одной стороны, к Алхиде подбираться надо. С другой стороны, захвата вот эти вот восточные земли, мы к Алхиде, ну, близко и не подберемся максимально. Ну, можно там за Каспийским морем припарковаться. Так, ну, у Селехиды вполне предсказуемо нападают на повстанцев, чтобы пройти дальше. Но их еще не разбили, поэтому двадцатка работает. Главное, чтобы они так дело не оставили. Чтобы они все-таки добили. Кого нужно и как нужно. Кстати, по экономической победе мы уже все необходимые ресурсы взяли. Там у нас девять ресурсов под контролем было. Когда я в последний раз открывал это окно. Ну, сейчас должно быть уже десять. Мы на восток продвинулись нормально. В Африке жестко они здесь прям. Сидеют, редеют и умирают. Как же вас много, союзнички. Я просто смотрю на это и думаю, есть ли сейчас начнется замес. А с кем начнется замес. А это ж не угадаешь. А это ж... Попробуй сейчас... Наверняка сказать... Кто из подлецов. На Лузитанов в начале прохождения наговаривали. Ну, я не считаю, что тут какой-то фракции заранее прописано, что они будут нас предавать. Не. Могут быть предвзятые отношения. Самую малость. Совсем немножечко. Но еще и зависит от того, как ты играешь. Как ты налаживаешь отношения с ним. Смерть на поле боя. Ну, тебя мы не зря снимали, Ашкарнелев. Правильно? Связи с наемниками. Пополнение наемников. Продолжайте в том же духе. Общественный порядок в всех провинциях вырос. В сопровождении Барда. На курсе кинологии. Естественная смерть. Восстание неминуемо. Повышение ранга циклитаты. Это мы все сейчас закроем. Наш легион забирает еще одно поселение. Так, а что здесь у нас? Пряности. Прибыль от торговых соглашений. Доход от местной торговли. В принципе, больше ничего интересного. Так, ну это давайте снесем. Там, в любом случае, сейчас морской регион нужно будет казарм устроить. Без казарм, к сожалению. В Африке практика показала ярко, четко и понятно, что нам делать нечего. Что делать нечего? Нам делать нечего. Двуликий. Двуликий пёс. Авторитет, коррупция. А хотя вот, коррупция вся фракция. Это нужно. В перспективе это пригодится. Шпион так-то знает, где нужно вспомнить про такое чудное животное, как тук-тук. Птичку. Чудная птичка. Пташечки напели. Пташечки будут петь все, что нам нужно знать. Так, победоносный. В Галле это так. Вечерняя поверка. Просто проверяем наличие, чтобы все были на месте, никто не сбежал в самоволку. Прокачку. Проверяем. Ну, строительством тоже надо будет занять. Хотя давайте займемся строительством. Тут нападу, наверное, в следующей серии. Может быть, придется сразиться лично. Хотя, по идее, автобой там должен, я думаю, разрывать их просто и не чувствовать. Но всякое. Возможно еще, так что. Оставим эту интригу на следующий ход. Курсика, Нижняя, Бельгика. Точнее, не на следующий ход, а на следующую серию. Естественно. С этого и начнем, друзья мои. А на сегодня все. С вами был Вирус. Всем добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok